Добрый вечер, Энио! Добрый вечер! Все, мы в эфире. Итак, друзья, мы можем начать наш разговор. Еще раз представлю нашего гостя. У нас в гостях Энио Бордато из Италии. Родился он в 1957 году в городе Раверетто. Готовьте ваши вопросы, Энио. Скажу, что у нас сейчас на нашем канале порядка 3,5 тысяч зрителей, которые нас смотрят, слушают и будут задавать вам, может быть, вопросы, которые я вам буду озвучивать. Ну, наверное, по традиции первый вопрос. Я, в принципе, вас нашим зрителям представил. Но, может быть, вы еще кратко о себе расскажите. Какое ваше основное направление деятельности в данный момент? Чем вы сейчас занимаетесь? Ну, я президент ассоциации «Помогите спаси детей». Это ассоциация, которая работает в Италии. Но для русских детей мы работали уже 16 лет. Начинали нашу работу в Москве, в РДКБ. Сотрудничество с группами «Лосердия имени Мения». И шаг по шагам теперь мы работаем в Москве, конечно, в Архангельске, во Волгограде. Мы работали один раз на Републике Бурятия, работали на Южной Осетии и особенно Безлан. Для нас Безлан – это наше сердце, потому что там работали около 6 лет. С группой психологов нашего университета падла, это самое важное в Италии для психологии. И помогали детей из Безлана. Для нас это очень большая часть. И продолжаем. Год назад, когда начинал поворот, антироссийский поворот в Украине, мы сразу начинали собрать деньги для детей Донбасса. И помогали, и продолжаем помогать их в этом году. И дай бог, что война не будет скоро. Но еще мы можем помогать их. И это другая часть для нас, потому что где дети нехорошо жить, для нас это наша работа. Спасибо. У меня сразу был вопрос, логически вытекающий из того, что вы говорили про Безланы, про детей России. Вы уже начали на него отвечать. Вопрос помощи и какого-то содействия детям именно Донбасса. Расскажите поподробнее об этом. Насколько тяжело вам в данный момент сотрудничать? Какие направления деятельности? Может быть, просто предоставление помощи или лечение или что-то еще? Каково ваше в настоящее время действие в этом плане? Как мы работаем? Самое главное для нас это сотрудничество с ассоциацией, администрацией или министерством областных в России. Поэтому мы можем помогать, скажем. И она со мной говорит о проекте. Например, на Донбасс мы помогали дети через ассоциации «Русская община». В Москве помогали и помогаем продолжать помогать через ассоциации «Помогите спаси детей» именно МЕНИЯ. В Архангельске через Министерство здравоохранения. Для нас это важно, работать вместе с русскими, не как учитель. Мы, если так можно сказать, мы рабы. Мы помогаем, как можно сказать, мы помогаем детей через вам, через ваши ассоциации, через русские министерства, через Россию. Потому что мы одним никто не делаем. Ну, я понял, да. То есть, ваше сотрудничество идет именно через Россию, потому что это как бы и наиболее простой путь взаимодействия с нами. Да. Хорошо. Так, ну я сейчас тогда сразу начну задавать вопросы, которые наши зрители задают. Вообще, насколько итальянские СМИ освещают ситуацию в Украине и вот именно в Донбассе? И насколько это, по вашему мнению, выглядит объективным? А у нас не объективно. У нас, к сожалению, все мальчают. И когда они мальчают, когда пишут, пишут неправду. Очень, очень редко можно читать в газетах или по телевизору никогда. Или в интернете есть, конечно, кто-нибудь писает хорошее слово. Но это самая большая проблема, что у нас на Западной Европе. Потому что это война информации. И в Италии, кроме сколько людей, тысяча, две тысячи, три тысячи, но народ не знает ничего об Украине. Они редко, очень редко читали. Но, конечно, когда читали, не понимали. И поэтому это самая плохая ситуация СМИ о Украине в Италии и на Западной стране. Это стандарт. А вот как насчет интернет-СМИ? Итальянские интернет-СМИ? Может быть, там как-то более объективно ситуация подается? И насколько вообще, опять же, они популярны среди обычных итальянцев? В интернете есть несколько блог. Для меня есть, например, группа друзей в Болонии, которые пишут в андин-блоге. Это очень хороший блог. Называется «Лица Донбасса» и «Вольте Дель Донбасс». Есть группа, которая опубликовает «Сахар». Это русский писатель. Они переводят на итальянском, что он писает. Я лично, у меня есть блог, называется «Россия.ит». Я перевожу статья на итальянском. Но есть, которые пишут, которые хотят хорошо и правду писать. Но, конечно, это мало людей, это маленькие блоги, это маленькая группа. И поэтому у нас это большой проблем. Потому что народ, никто не знает, что случится в Украине. Но, видимо, люди в Италии не настолько интересуются политикой, как в Украине. А политичны итальянцы, на ваш взгляд? Может быть, им просто это неинтересно? Что телевизор показал, ну, показали и все. И дальше какую-то другую информацию искать не стоит. Вот, это трудно говорить об этом, но я попробую. В Италии уже 20 лет политика нет. Потому что у нас говорят только один мысль. Это один голос. Это голос Европы. Это голос группы капиталистов, которые хотят, чтобы народ знает, что они хотят. И все. Поэтому это огромная проблема. Люди... У нас есть кризис уже 8 лет. Поэтому, конечно, в Италии, например, никогда не пишут больше иностранная политика. Только что случится в Италии. Например, 90% что случится в Италии, а 10% за границу. Поэтому, в конце концов, народ не интересует. Ну, есть, конечно, люди, но это мало. Поэтому это огромная проблема. Но после интернета, это чуть-чуть лучшая ситуация, потому что в интернете это чуть-чуть свободнее место. Поэтому много могут писать. И кто хочет писать правду, кто хочет читать, это можно. Но, конечно, как я уже говорил, это маленькие группы. И только люди, которые хотят знать, хотят говорить, хотят помогать. Ну, думаю, в Италии, что это такое? Это 10% может быть. Или чуть-чуть меньше, может быть. А какое количество людей в вашей ассоциации? Сколько у вас человек? И вот у нас спрашивали сразу про финансирование. Но, я так понимаю, это не правительственная организация. Правительство не имеет никакого отношения к этому. Это частная организация и все добровольцы. Это самое главное. Все добровольцы. Поэтому мы не работаем на нашей ассоциации. Мы после работы помогаем на нашей ассоциации. Свободное время. Да, свободное время. У нас около 70 лет. Но, это самое главное, через интернет. Можем писать о детях, помогите ребенку, помогите другой. И каждый год можно делать, конечно, можно делать проект или помогать много детей. У нас есть два варианта. Есть один ребенок, который нужен, не знаю, например, лекарства. Или обычное это лекарство. Или проект для клиники, для учреждения. И у нас есть в этом работа. Хорошо, спасибо. Ну, вот снова вопрос от наших зрителей. Ну, на такую политическую тему, на тему отношений России и Италии. Вообще, вот санкции и антисанкции. Вот сказываются ли они на жизни итальянцев? Вот вы как бы заметили по себе или, может быть, в принципе, по обстановке в стране, как вот эти вот санкционные войны между Россией и Евросоюзом влияют на вашу жизнь и на жизнь вообще итальянцев? О, санкции против России, это все знают, например. Все знают и все не хотят. Все говорят против. Предприниматели, правсоюзники. Рабочие, потому что все в Италии знают, что есть санкции против России. И знают, что это стоит очень много для нашей экономики. Но говорят много. И сделать нету. Потому что правительство не свободное в Италии. Правительство говорит всегда, спросит Европе, что я могу говорить, что я могу сделать. Поэтому есть конфликты между народом и правительством, потому что все знают, что это абсолютно нехорошая акция санкций против России. И последние месяцы растут числа людей, которые знают и которые говорят плохо. Но это еще рано для, как можно сказать, для того, чтобы наше правительство меняет политики. Потому что у нас, вы знаете, у нас это Европа и все. Что говорит Брюссель, надо делать и все. Надо мочить и все. Понятно. Ну то есть это в принципе даже похоже в чем-то на Украину, когда страна потеряла часть своего суверенитета и ею управляют... Вот в вашем случае это из Брюсселя итальянскими политиками, в случае Украины там со стороны США. Да, да. И вопрос по поводу итальянского парламента. Есть ли там различия в отношении к России и Америке? И вот, например, по ситуации с Крымом или по ситуации к санкциям именно в самом парламенте. Есть ли там какие-то дискуссии? И дополнительный вопрос, не собирались ли итальянские депутаты в Крым, по примеру, французских. Да, о санкции говорят много, я уже говорил, да. Но о Крыме нету, потому что если вы спросите итальянец, где Крым, он отвечает, что это такое Крым, что это такое, где... О Крыме говорили очень-очень мало, только официальное телевидение уже год назад, когда был референдум. И, конечно, говорили плохо, говорили неправда. Поэтому есть два варианта. Санкции все знают, потому что это экономика. И Крым это политика, и поэтому очень мало людей знают. В нашем парламенте теперь один партия. М5 это движение. Это не совсем партия. Это движение, которое... сколько собрали 15% последних выборов, они сказали, что в сентябре будут в Крыме. И после этого начинали в газетах и журнале, которые пишут, что это плохо, это опасно. Посольство Украины в Италии писали официальное письмо. Но наше правительство это невозможно, потому что это политика против Украины, против нашей братской связи. И поэтому у нас в августе очень мало работают. И поэтому надо сдать в конце августа и смотреть, если они говорят правду или нет. Если они будут в Крыме или не будут. Но я думаю, они будут. Но это мало людей, которые хотят это. Но посмотрим. Это интересно. Обязательно это интересно. А вы сами вот давно бывали в России в последний раз и в Крым не собираетесь? Или может уже были там? Ну, к сожалению, в Крыме нет. После референдума, сразу после референдума, я писал официальное письмо, как ассоциации детскую клинику в Симферополе. И сказал, мы готовы вам помогать, сделаем, если вы хотите, маленькую проекту для детей в Крыме. Но, конечно, менять систему между Россией и Украиной было для врачей очень-очень трудно, очень сложно. Потому что они нам отвечали огромное спасибо, но еще рано. Еще рано, потому что мы надо понять, как это новая система России. Ну, мы, конечно, если возможно, мы с удовольствием помогаем Крым. Потому что Крым, это, как можно сказать, обязательно Крым, это Россия. Потому что для нас Крым, это как Хангберс, как Безлан, как Волгоград, как Москве. Это Россия. Для нас Россия, это самая... Ой, что-то со связью у нас. Так, сейчас, видимо, придется перезвонить. Да. Сейчас буду звонить снова. Это нам кто-то мешает пообщаться. Ну, вот стоило человеку сказать, что Крым это Россия и все. Вот же ж, безобразие какое. Ну, зачем? Дайте человеку высказаться. Господа, избывушники. Или, может быть, это итальянская разведка все это портит. Сицилийская мафия. Ну, да. Так, не получается пока связь восстановить. Непонятно, что такое происходит. Работают спецслужбы. О! Алло, алло. Алло, да. Я вас слышу. Проблемы, да. Проблемы технические, проблемы. Алло, алло. Да, да. Я вас слышу прекрасно. Алло. Да, а теперь. Ну, что я сказал о Крыме? Как только вы сказали, что Крым это Россия, тут же связь пропала. Мы подозреваем, что это спецслужбы мешают нам общаться. Да, все хорошо. Так, у нас еще тут был... Да, да. Я вас слышу. Вы меня слышите? Ай, плохо связи. Так, давайте я еще раз перезвоню тогда. Алло. Так, сейчас тогда еще раз перезвоню. Просят наши чатлане СБУ, дайте послушать человека, не мешайте нам. Это ихняя кровавая гыбня. Ну, может быть. Ну, кто его знает, чья? Может быть не их, может быть украинска. Давайте про Крым позже поговорим. Ну, мы, собственно, про Крым уже поговорили. Только не говори еще раз, Крым это Россия. Опять связь пропадет. Хорошо. Да. Что ж такое-то? Так, не получается. Интересный собеседник. Ну, вот мешают нам. Мешают? Ну, что ж такое. Ну, еще раз попробую. Нет, в этот раз я связь прервал. Они в первый раз связь оборвалась. В этот раз я и прервал, чтобы перезвонить, потому что Энио плохо меня слышал. Может быть надо без видео попробовать. Но мы пока даже связаться с ним не можем почему-то. Эх. Абонент не отвечает. Талоны на интернет, похоже, не только у нас заканчиваются внезапно. Ну, вот да, я талонами запасся. Ну, пробую еще раз. Ну, что делать. Ну, что делать. Перезапустить Skype. Ну, дело в том, что, видите ли, у меня-то со связью все нормально. Я-то от себя стрим веду. Все работает. Почему? Ну, могу перезагрузить Skype, но это вряд ли поможет. Так, ладно, давайте попробую перезагрузить Skype. Так, ладно, давайте попробую перезагрузить. Перезагрузил, не помогает. Ну, что ж такое-то. Да, кто-то вычислил по IP кого-то. То ли меня, то ли Эньо. Не выходит. В общем, сейчас он сам попытается перезвонить. Он там тоже делает определенные манипуляции. Дурак, да. Продолжение следует. Продолжение следует...